Приветствую, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет, про детей одного из самых безжалостных маньяков Андрея Чикатило. Как сложилась их судьба и как они относятся к отцу. У Андрея Чикатило была репутация, тихого и спокойного мужчины, идеального отца, который заботился о своей семье, воспитывая двух прекрасных детей. Так его видели коллеги, друзья и родственники. Однако в действительности он оказался ужасным чудовищем, ответственным за множество жестоких убийств. Детство и молодость Андрея Чикатило прошли под тяжким давлением его властной матери. В школе издевательское обращение с ним стало обычным делом, а в армии он пережил много унижений, слухи ходили даже о насилии. Но все это не оправдывает его маньяческого поведения, несмотря на сложности, которые ему пришлось пережить еще с самого начала. После окончания службы в армии, Андрей Чикатило переехал в Новошахтинск, где его сестра познакомила его с Феодосией Одначевой. Феодосия была обычной простой девушкой, с которой он построил семью. В 1965 году у них родилась дочь Людмила, а через 4 года появился сын Юрий. Феодосия была счастлива, имея мужа, который ни пил и ни курил, с мягким и спокойным характером. Ее не беспокоило, что он не проявлял особой страсти в постели, ведь она верила, что семейное счастье зависит не только от интимной жизни. Все это рухнуло, когда 20 ноября 1990 года Чикатило был арестован. В то время его дочь Людмила уже жила отдельно со своей семьей в Харькове. Родные не могли поверить, что глава семьи способен на такое, что ему предъявляли обвинения. Для них он был домашним, никогда не проявлял агрессии в семье, всегда слушал свою жену, боялся ее и очень любил. Соседи и знакомые также считали, что это некое недоразумение. Следователи, по их мнению, скоро все выяснят и освободят Андрея Романовича. Это было нечто, во что никто не мог поверить, но ужасная реальность оказалась жестокой правдой. Со временем Чикатило сам признался во множестве преступлений, и с того момента жизнь его семьи превратилась в ад. Они стали бояться даже выходить на улицу, узнав, что родственники некоторых его жертв жили в том же районе, что и семья Чикатило. Родные постоянно получали угрозы расправой, и однажды даже дверь их квартиры подожгли. В итоге Феодосия и Юрий, поменяв фамилию Мирошниченко, уехали в Харьков, где жила их старшая дочь Людмила с мужем и сыном. Интересно, что к тому времени Людмила уже долгое время не общалась с матерью, а от отца отреклась, исключив его из своей жизни. Все потому, что задолго до его ареста Людмила оставила своего маленького сына у бабушки с дедушкой. Позднее ребенок рассказал ей о том, что по ночам к нему приходил дедушка и трогал его. Феодосия отнеслась к этому как к выдумке, но Людмила поверила сыну и прекратила общение с родителями, пока мать не была вынуждена переехать к ней. Известно, что первый брак Людмилы не состоялся, но она повторно вышла замуж, взяла фамилию мужа и родила ему дочь. Она отказывается давать комментарии по поводу отца и категорически отказывается выходить на связь с журналистами. Что касается Юрия Чикатило, он всегда с гордостью упоминал своего знаменитого отца. Его судьба оказалась намного более увлекательной, хоть и в крайне негативном контексте, чем у его сестры. Еще в молодом возрасте Юрий получил условный срок за кражу и участие в драке. Затем он проходил службу в Афганистане, где был ранен. В отличие от отца, он никогда не был сдержанным и спокойным, часто проявлял агрессию и никогда не мог сидеть дома. Любовь к легкой наживе привела его к занятию Рэкетом. Интересно, что его основным оружием в угрозах предпринимателям было его свидетельство о рождении, на тот момент он носил фамилию Мирошниченко, где он указывал на свою знаменитую фамилию. Он ярко рассказывал о последствиях, если им не угодить вовремя, ведь он был сыном своего отца, чей счет насчитывал более 50 ужасных преступлений. Рэкетом он занимался в разных городах, в основном в Ростове-на-Дону и Харькове, которые уже принадлежали к разным государствам. С течением времени Юрий, по слухам, углубился в преступный мир. Помимо Рэкета, следовала целая серия других преступлений, включая покушение на убийство, разбои и многочисленные кражи. Нельзя обойти стороной обвинения в изнасиловании. Одна девушка из Ростова подала на него заявление, но потом, по неизвестным причинам, отказалась от любых претензий. Позже стало известно о еще одном случае, но уже по другому обвинению. Юрий вместе со своими рэкетирами напал на фуру, похитил водителя и удерживал его несколько дней. В общей сложности Юрий Мирошниченко провел за решеткой 12 лет. Он никогда не скрывал своего происхождения отца камерников, а наоборот с гордостью рассказывал, чей он сын. После отбывания последнего срока в тюрьме недалеко от Ростова, Чикатило-младший окончательно обосновался в Харькове. У него был один брак, в котором родился сын, названный в честь знаменитого деда. Но семья не сошлась. Затем Юрий встретился с женщиной по имени Наталья, от которой у него родились еще два ребенка. На протяжении всей своей жизни Юрий гордился, своим отцом, и всегда с любовью вспоминал о нем. В рассказах о знаменитом отце Чикатило-младший, часто противоречил сам себе. Иногда он утверждал, что его отец был невиновен и был незаслуженно осужден. В других случаях он признавал, что у его отца были грехи, но в то же время утверждал, что на него повесили много лишнего. У Юрия даже была мечта переехать в Чикаго, чтобы заработать деньги на истории своего отца и начать новую жизнь. Однако этот план так и не осуществился. Слухи говорили, что Юрий Мирошниченко был связан с националистическими группировками во время украинских событий на Майдане в 2014 году. Позже он пытался переехать в Россию, но не смог осуществить этот план. В отличие от своей сестры, сын Андрея Чикатило охотно дает интервью, в которых рассказывает о своем счастливом детстве и называет отца лучшим в мире. Он постоянно подчеркивает, что не имеет тех же странных предпочтений, которые были характерны для его отца.